Друзья, еще одна потрясающая новость для всех телезрителей нашего телеканала. В это воскресенье в 20.00 выйдет новое шоу «Вилдан» будет сделано. И у нас уже есть гость «Вилдан». Доброе утро. Привет. Ребята, я вас оставляю. Саша, вам слово. Спасибо за слово. Я думаю, что человек, который сидит рядом со мной в представлении, не нуждается. Но, Катя, замечание тебе. Можно? Замечание? Да, небольшое. Когда ты рассказывала про античный город, я прям видел, как этот сюжет делаешь ты. Потому что сбоку ты очень похожа на античную богиню. Идеально. Как с картины или с изображения на амфоре сошла к нам Катерина. Друзья, в этом случае все законно. Вернее, греческие корни, они как бы выдают себя. Вот, я чувствовал, что все не так просто. Все законно, на законном основании. Но сейчас не об этом. Мы делаем опрос, что у нас за богиня. Ладно. Действительно, мы собрались здесь не по этому поводу, а потому что уже, наверное, какое-то длительное время весь телеканал, да и не только, все, так сказать, близлежащие круги гудят. Гудят тем, что произошло событие, которое просто перевернет, наверное, наш медиамир. И событие имеет очень странное название. Мне кажется, оно созвучно с твоим именем. Тебе не кажется? Да, абсолютно. Ребят, всем привет, здравствуйте. Здравствуйте. Рад, что вы меня видите. Шоу называется «Will Done». Будет сделано. По аналогии, понятное дело, созвучно с именем. Будет сделано, потому что есть ряд неких испытаний, которые проходят команды. У нас две команды. Команды выбраны не просто так. Это самые движевые, самые активные, самые яркие, самые талантливые, самые популярные. Молодые люди Республики Крым, они занимаются разными делами. И в этом они уже добились многих успехов. И у нас происходит некая конфронтация интересов сторон. То есть, например, в сфере юмора у нас стендаперы против КВНчиков склеснутся в неравном бою и выяснят, кто же лучше. Конфронтация стилей рок и хип-хоп. Конфронтация фотографов против моделей. ТВ. Катерина тоже, кстати, приняла в этом участие. Так вот поэтому ее не пригласили. ТВ против радио. Кто кого победит. Ребята проходят две команды. Проходит ряд испытаний. Там есть интеллектуальные задачки вспомнить о том, что же нам учили, заставляли учить нас в школе. Что-то нужно угадать, что-то нужно придумать, нужно нарисовать. Все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Да, да, да. Вот именно эта цитата как-никак подходит к некоторым из конкурсов. Это конкурс, это твоя идея, ты вдохновитель этого всего процесса. Да, да. Долго очень. Не только сам съемочный процесс, который был очень сложный. Огромная команда. Действительно, очень много человек принимало участие. У нас было два полноценных съемочных дня с самого раннего утра до позднего вечера. И за эти два дня мы отсняли целый сезон этого проекта. Это было очень сложно, напряженно. Операторы, режиссеры, ассистенты режиссеров, звукорежиссеры, осветители. Мы привлекли посторонние силы. Построили здесь декорации, строили их заранее. За несколько дней очень огромное количество побочного света привлекли. Эти люди тоже занимались. И вот два напряженных дня. Но перед этим было два месяца практически подготовки, где я разрабатывал концепцию, продумывал, какие должны быть конкурсы, что будет интересно. Советовался с друзьями, продумывал, что будет лучше. Есть очень много референсов, к которым я делал отсылки. Это, в принципе, развлекательный формат шоу-программы. Это не что-то новое. Но у нас на телеканале, как мне казалось, вот именно этого формата и не хватает в данной ситуации. Судя по тому, что была напряженная работа, люди работали действительно очень тяжело, но все остались очень восхищенными, довольными. И удовлетворенными, наверное, действительно, шоу того будет стоить. Катерина, а у тебя есть на этот счет мнение? Да я надеюсь, что Катерина и... Во-первых, я напомню вам, когда состоялась конфронтация ТВ против радио, ТВ, Катерина была в команде телевизионщиков и честно отстаивала нашу позицию, да? Да, было я. Спасибо, да. Я так понимаю, что есть какая-то тайна, которую мы пока не будем раскрывать. О результатах. А, о результатах. Катерина покраснела, но что-то интересное будет, наверняка. Я пока бежала сюда, конечно, на подиум, но я могу сказать точно всем телезрителям, что обязательно в воскресенье в 20.00 нужно включать телеканал Первый Крымский и смотреть шоу «Вилда». Спасибо. Будет интересно. Ребята... Кстати, а кто скрестнется в воскресенье? Да, да, да. Во-первых, очень важно сказать о том, что там есть турнирная сетка, есть определенная концепция, есть определенная стилистика. Мы придерживались этой стилистики от заставки до одежды, до прописания музыки специально под эту шоу-программу, прописаны треки. Есть некая концепция, которая вот красной нитью проходит. Есть турнирная сетка, то есть есть восемь команд, из них остается четыре команды, у нас два полуфинала, из них в финале слеснутся еще две команды, и победителям вы сможете потом гордиться, рассказывая о том, что они победились. В этот раз, в этот воскресный вечер, стендап против Квайна. Это будет очень смешно. Это будет очень интересно. Мы здесь с нетерпением ждем теперь выхода передачи в воскресенье. Но я предлагаю сейчас узнать, что же еще нас ждет в рубрике «Анонс». Воскресный вечер лучше планировать заранее. Бери семью, бери друзей, всех поближе, включай первый крымский. Жду тебя! Это шоу «Уилдан». Кремата, рожа, рожа! Это духовка, чебуреки, самса? Открывашка. Открывашка – это консервы. Именно у нас гости проходят испытания с улыбкой на лице, по которой читается фраза «Будет сделано». Кирова Королитарская и Кушкина! Кирова! Кишкина Толли! Ага, вот так вот. Какая красивая заставка. Я ее не видел и прямо восхищен. Да, ты просто услышал. Вот это да. Ребят, если вы услышали и узнали, да, это референс идет к мультфильму «Бэтмена» 66-го года. И там будет, я же говорю, одежда вся. Это красивая одежда тоже выдержана в этой стилистике. Это не мы не украли, а умышленно сделали некую отсылку. Это типичный полноценный референс. Аллюзивность. Да, да, да. Аллюзии на тему «Бэтмена» 66-го года. Ну, я тогда еще был молод в это время, поэтому вряд ли вспомню. Ребят, по второму сезону. Мы пока что отсняли первый сезон. У нас уже есть радужные отметки на второй сезон. Сколько сезонов будет в году, я еще пока не знаю, потому что действительно очень длительный процесс подготовки занимает и очень напряженные съемочные процессы. Я бы такой, что пригласил бы любого из вас. Любой из вас, дорогой мой друг, телезритель, может стать участником шоу «Вилдан». Для этого мы будем активно, это все и так, в принципе, идет фаза рекламы и анонсирования по социальным сетям, Инстаграм. Смотрите по хэштегу «Вилдан» или будет сделано. Смотрите новости, смотрите фотографии, смотрите анонсы, смотрите видео. Их огромное множество. Чуть позже в социальной сети ВКонтакте мы будем проводить конкурс, в котором любой из вас может победить и принять участие во втором сезоне. Предлагайте свою команду, объясняйте, почему именно ваша команда должна принять участие, вызывайте на батл другие команды, обосновывайте, почему именно эта конфронтация будет интересна вам и телезрителям. И именно тогда, возможно, именно вы станете участником второго сезона. Это будет точно так же ярко, активно, дико, незабываемо. Я думаю, вы увидели, в принципе, по анонсу, что это будет круто. В общем, должно быть вот так вот. Это должно быть действительно так. А я предлагаю двинуться дальше и посмотреть анонс. Что же дальше в афише?